Здравствуйте, это канал Максимадзе и я приветствую вас на нашем очередном выпуске по обзору старых ретро-телефонов и смартфонов. И сегодня я расскажу вам о такой модели, как Nokia 105. Меня давно просили сделать на него обзор. Вообще существует множество вариаций Nokia 105. У меня в руках самая первая Nokia 105, самый первый вариант 2013 года выпуска. А вообще существовал еще Nokia 105 DualSIM, вышедший, по-моему, в том же 2014 или 2015, не помню. Выходили еще, там, 2017 года. И даже в этом 2024 году какой-то Nokia 105 выходил. Но сейчас Nokia уже абсолютно не та, что была в начале 2000-х, особенно уж. Сейчас она уже давно какой-то китайский новодел уже, так сказать, там, а не Nokia. Но, в общем, как раз-таки вот эта вот Nokia 105, самая первая обычная, работает на системе Sirius 30. В то время как следующие, начиная со 105 DualSIM, работали уже на системе Sirius 30+, которая придавала больше возможностей, конечно, в плане функционала. Но, на мой взгляд, Sirius 30 это более такая ностальгическая система, в которой и полифония лучше, и игры лучше, и так далее. Sirius 30 просто мне нравится гораздо больше, чем Sirius 30+, и я думаю, что многие из вас с этим согласятся. Значит, пойдем по обзору конкретно этой модели. Как я уже сказал, вышла она в 2013-м, и ко мне конкретно как раз-таки этот экземплярчик, вот этот именно, был куплен в магазине в Суизном. В Суизной в прошлом году объявился банкротом, прекратился существование, к сожалению. И он пришел ко мне после того, как я потерял вот этот вот Nokia 105. Ну, уже совсем скоро Nokia 105, правда, нашелся. Ой, Nokia 100, извиняюсь. Это Nokia 100, я потерял Nokia 100, был у меня в пользовании Nokia 100, я его потерял, и мы купили за 730 рублей вот этот Nokia 105. Но Nokia 100 уже в скором времени мы нашли. Но купили, так купили. Все же, он недорогой, 730 рублей стоил, когда мы его покупали в Суизном. Вообще, такой телефон я впервые увидел у одного одноклассника, с которым дружу до сих пор. Паша, привет, если смотришь. Хотя это маловероятно. Так вот, у него тоже был Nokia 100, который он то ли потерял, то ли утопил где-то, тоже сменил на Nokia 105. И еще у одного одноклассника, и там даже еще у кого-то я видел. Такая Nokia 105 была. Дошло даже один раз до того, что Паша перепутал случайно, и вместе со своим взял еще и мой. Когда уходил из гостей, из моего дома, собственно, домой. Ну и, собственно, как можно понять, модель получилась достаточно популярной. И, как дешевая, бюджетная модель, получилась прям идеально. Телефон стал одним из последних телефонов Nokia, работающих на системе Series 30. По-моему, последними из них стали модели еще Nokia 106 и Nokia 107, которые, кстати, более даже близки к Nokia 100 и к Nokia 101. Вот, например, Nokia 107, как и Nokia 101, поддерживал две сим-карты и поддерживал музыкальный плеер. И имели они такой же экран. Здесь экран гораздо меньше. Здесь экранчик всего лишь 128 на 128 пикселей. Длина корпуса 107 мм, ширина 45 мм и толщина 14 мм. Никаких округлостей, без изгибов. Телефон достаточно компактен и подойдет практически под любую руку. У него вот такие вот резиновые клавиши, пальцы с них не соскальзывают, но они слитные. Поэтому ошибиться на нажатии, в принципе, можно. Но это не так часто. Сзади им находится динамик. Динамик только один. Это вот этот. Переднее отверстие – это не динамик. Это не более чем бесполезные украшения. Динамика спереди нет. Как и во многих моделях Nokia из этой линейки. Здесь находится микрофон. И все вот эти стороны без дополнений. А здесь небольшая выемка для шнурка. Сверху находится фонарик. Разъем 3,5 мм под наушники. И зарядка Nokia. Тогда еще у Nokia был свой разъем с таким вот штекером. Перейдем к характеристикам. Телефон полностью сделан из пластика. Весит всего лишь 70 грамм вместе с аккумулятором. Встроенные памяти где-то 8 мегабайт. Серия S30. Аккумулятор у него, давайте откроем, BL5CB. Емкость 800 мА. Теперь вот здесь разъем под симку. Симка поддерживается одна. И здесь можно посмотреть, что модель 105 и сделан во Вьетнаме. Телефон. Диагональ экрана всего 1 к 4 дюймам. Разрешение 128-128. Дисплей EFT 65536 цветов. Есть 32-тональная полифония. По связи GSM-900 и 1800. Есть радио. И много чего-чего нам надо сейчас будет узнать. При включении давайте его включим. Да, здесь уже вот такой вот рингтон. Какой-то уже не такой, как в более старых Nokia. Не та аранжировка совсем. Но хотя бы руки вот эти приветствующие есть. Потому что в нынешних моделях их нет. Что на мой взгляд не очень. Здесь вот такие вот большие часы. Которые довольно удобно читать. Клавиши щелкаются очень удобно. Телефон был куплен нами в 2015, по-моему, году. И продавался до 2016, по-моему. Или до 2015 того же. Не помню точно. Но продавался достаточно долго. Значит, правое это доступ к быстрому меню, которое можно настраивать. Клавиши вызова, естественно, сброса. Есть говорящие часы, которые можно активировать на звездочку. Ну и сделать беззвучный режим нажатий на решетку. Вверх у нас включается фонарик двумя нажатиями. Фонарик довольно слабый, но подсветить что-то в принципе можно. Вниз у нас идут контакты, но данный момент телефонная книга пуста. Влево у нас идутся написать сообщения, а вправо календарь. Настраивать эти параметры нельзя. Они по умолчанию тут стоят таковые. В более ранних моделях, которые работали на Siri S30, например, Nokia 1110, 1110, 1112 или там 1600, в которых не было фонарика и календаря. Верхняя клавиша отвечала за меню вызовов, а правая клавиша открывала меню демонстрации. Перейдем в главное меню. Оно состоит из 9 или даже 10 иконок, если сим-карта поддерживает меню сим-карты. Сообщения, контакты, звонки, настройки, часы, радио, памятки, игры, дополнительные функции. Ну и меню сим-карты, в зависимости от сим-карты. Иконки выглядят точно так же, как на Nokia 100. Поэтому я эту менюшку узнал, как Nokia вот, со стажем. Значит, сообщения. В экранчик влезает только 2 пункта меню, в то время как на вот таких экранах влезало 3 пункта меню. Но иконки все те же. Можно написать сообщения. Есть способы передачи, рассылка. Можно передать позже, лимит, то есть установить время, точнее. Можно убрать текст, можно обратиться к словарю Т9, который многих, в том числе и меня, только раздражает. Я его просто ненавижу. Есть еще функции вставки. Можно вставить улыбку, можно вставить номер из контактов, вставить символ или шаблон. И среди... вот символы, а также можно вставить шаблон. Вот, пожалуйста, есть встроенные шаблоны, которые можно также добавлять и свои. Приняты, отправлены, черновики. Удалить, чат, графические. Есть вот такие вот картинки, которые... Такие же картинки, как и в других моделях Nokia Series 30. Даже в более старых. Списки рассылки, запрещенные сообщения, список счетчик сообщений. Я, видимо, обнулял счетчики, поэтому тут нифига нет. Да и, в принципе, сообщения я не передал практически вообще на телефонах. Контакты есть. Можно найти контакт по поиску, добавить контакт, создать новый. Можно удалять, скопировать контакты с сим-карты на телефон или наоборот. А вот переместить нельзя. А вот Nokia 101, например, можно было переместить еще. Настройки. Структурированная телефонная книга. Номер голосовой почты. Выбор памяти. Состояние памяти на 500... Память у нас на 500 контактов здесь. Быстрый набор также можно настроить. Ну и фильтрация номеров. И служебные еще номера. Звонки. Не принятые, принятые, набранные. Отчистить списки вызовов. Длительность. Входящие вызовы 9 минут. Сходящие. Возможно, тоже обнулял. Хотя я не так много, наверное, пользовался еще этим телефоном. Значит, настройки. Настройки сигналов. Давайте послушаем эту 32-тональную полифонию. Эти рингтоны, я думаю, многие из вас узнают. Но не эти. Еще пока не эти. Здесь вот такая вот новая тема Nokia Tune. Предыдущая была гораздо более популярнее и лучше. Ну, вот это полифоническая мелодия, а вот следующая из AAC формата. Вот из более известных чего-то. ААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА Ринтонов не так много Как в других моделях Nokia Series 30 Но достаточно Ринтоны только встроенные Есть сигналы сообщений Ну или можно из мелодии выбрать Ритмический световой сигнал Это когда подсветка в ритм будет мигать Честно говоря, меня она раздражала всегда Есть темы Их всего 4 В то время как в предыдущих более ранних моделях Их было по 20 Здесь всего 4 Это черная Такая вот синяя Красная и зеленая Под этот телефон, мне кажется, больше всего подходит красный Кстати, про цветовые решения телефона Классический Это вот такой черный Полностью черный А есть еще варианты с голубой рамкой И с красной Может еще какие-то варианты существуют Я видел только с голубой и красной Цветовые схемы Это можно настроить тему Отображение меню Значки или список Информация сети Время подсветки Обычные это 15 секунд Увеличенные это 30 секунд Есть заставки, которые будут Включаться В бездейственном режиме На главном экране Падающие шары Вот такое вот дело еще есть Математическая заставка Shoot down in flames Sign balls Spline line Линия, меняющая цвета Супернова Переливающиеся Вот такие вот цвета Ну или случайный выбор заставок Так Теперь режимы Есть несколько режимов Можно их настраивать под себя Настройки часов Настроить время и дату Коррекцию их Ну и все Остройки вызовов Тут тоже все стандартно Переадресация, фильтрация и так далее В настройках телефона есть язык Языков здесь Автоматически Это в зависимости от сим-карты Английский, русский, украинский Белорусский Казахский видимо И еще какой-то Азары какие-то Ну и все Блокировка клавиатуры Мелодия запуска Обязательно должна быть Настройки стоимости Настройки защиты Там пин-коды всякие Переход Это настроить Правую клавишу меню А меню актив Ну и Сделать сброс настроек Для этого защитный код нужен Теперь Часы Можно установить будильник Причем здесь Можно не один будильник поставить А целых пять Что Хороший Я считаю плюс Поставить Мелодию Говорящие часы Настройки часов Радио Радио работает Исключительно С наушниками У меня Под рукой Сейчас их нету Поэтому Послушать радио Я к сожалению Не могу Памятки Можно Добавить Календарь Открыть можно Напоминалки Всякие Ставить Игры Игры посмотрим в конце А сейчас посмотрим Дополнительные функции Есть калькулятор Калькулятор Самый простой Без всяких Дополнительных фишек Ну 2 умножить на 2 Будет 4 26 умножить на 8 Будет 208 Конвертор Последние 5 Это Можно Создавать Свои Пожалуйста Это я Создавал 8 и 9 Умножать Вот давайте 92 умножим на 9 828 Будет Можно создавать Свои собственные Конвертеры И это реально Много где может Помочь Это реально удобно Расход Можно создавать Такие вот Таблицы По расходу Это тоже Довольно Хорошая вещь Но мало кто Пользовался Есть таймер Календарь Также Секундомер Фонарик Ну и Демонстрация Можно посмотреть Основные Фишки Телефона Здесь почему-то Кстати Другие цифры Показывают нам Как Чем тут Пользоваться Ну а теперь Посмотрим Игры И здесь Целых 5 игр Forbidden Trishures Cricket Cup Rapid Roll Sudoku И Snake Senzia Начнем С Forbidden Trishures Скрытые Клады Начнем Посмотрим Рекордов Нет Видимо Сбрасывались Настройки Такая же Игра Была На Nokia 100 На Nokia 16 16 На Nokia 106 Может Еще На каких-то Моделях Тоже Суть Игры Довольно Простая Мы Копаем Вниз Собираем Сокровище За Сундучок С золотом Дается 100 Долларов За Серебристую Какую-то Статую Дается 200 Долларов За Вот Этого Какого-то Оленя Или Не знаю Кто Это 300 Долларов И нам Нужно Набрать Столько Долларов Сколько Нас Потребует Перед Тем Как Ты Очередной Урой Начинаешь Мы Регулярно Будем Встречать Огонь Который Будет Снимать У нас Здоровье Если Все Здоровье У нас Закончится То Мы Проиграем Сколько Тут Уровней Я Не знаю Скорее Всего Их Количество Бесконечно Сколько Прошел Столько И Молодец Но Мне Что-то Кажется Что По сравнению С Nokia 100 Эта игра Работает Как-то Медленнее Здесь Каждое Действие Происходит Гораздо Медленнее Сердечками Можно Здоровье Себе Пополнять Пожалуйста Очередной Уровень Прошли Максимальный Рекорд Который Я доходил Это По-моему 33 Или 32 Уровень Cricket Cup Эта игра Почему-то На английском На русский Почему-то Не Удосужились Перевести Но Давайте Начнем Новую Игру В принципе В какое-то Время Я даже Залипал Немножко В этой Игре Хотя Не Полностью Ее Немножко Понимаю Нужно Отбивать Шар И Получать Очки Можно Вот так Бежать То есть Если мы Успеем Нам дадут Вот это Очко Тоже Так Промазали Нам Забили Ну Возможно Я Правила игры До сих пор Не до конца Понимаю Давайте Следующая Rapid Roll Более известная Игра Которую Я впервые Увидел На Nokia 1208 Суть Игры Довольно Таки Простая Нужно Управлять Вот этим Шириком Не Натыкаясь На Шипы Которые Находятся Не только Внизу Но еще И двигаются На нас Сверху Поэтому Мы должны Прыгать Как можно Быстрее Собирать Сердечки Чтобы Пополнять Здоровье Своё здоровье В своей жизни И Чем больше Пройдешь Чем Тем Так сказать Лучше Но игра У меня Не вызывала Никогда Большого Интереса Вот Bones Игра Про мячик Гораздо Больше Поклонников И мне Также Нравилось Больше Судаку 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 Это Такая Головоломочка Типа У меня Простой Уровень Стоит Что он Из себя Представляет Здесь Вы видите Шесть Областей Выделенных Жирными Линиями И Нужно Вставлять Сюда Цифры Цифры Не должны Повторяться В Столбце В строке И в самой Области От одного До шести Здесь мы Видим Столбце Однерку Тройку И шестерку Значит Этих цифр Не должно Быть Ни в первой Ни во второй Клетке Вот в этих Также Здесь есть Пятерка В этой строке Значит Тут и не может Быть И пятерки Здесь Может быть Двойка Давайте проверим Так это или нет Вот Если красным не загорелось Значит я правильно Все сделал Так Шестерка Тут уже есть Поэтому Здесь у нас Может быть Ну например Пятерочка И я прав Здесь может быть Однерочка Здесь может быть А здесь может быть У нас Троечка Как только мы Правильно заполним Все поля Уровень будет пройден И мы пройдем На следующий Всего уровней 300 В каждом уровне Сложности По 100 уровней Давайте посмотрим Как выглядит Тяжелый уровень Сложности О пожалуйста Их чересчур Много Я столько Играть А в среднем Сколько Средний Тоже Средний Тоже По 9 Но при этом Сложный Он Красный Почему-то Такой Ну и Ну и Снег Экстензия Самая известная Нокиевская игра Которая Также Имеется И на Нокиях Системы Series 30 Плюс Но там Она Какая-то Ухудшенная Что ли Звуки Не те Графика Вроде Тоже Но Звуки Не те Анимации Гораздо Менее Красивые Короче Подиспортилась Игра Там Там Вот эти Вот Все Известные Звуки Заменились На какие-то Пикалки Непонятно Есть Также Режим Который Интересен Мне Режим Компания Где Нужно Есть Шары Забивать Полоску Которую Которая При полном Заполнении Открывает Проход На следующий Уровень Всего Уровней Здесь Раз Два Три Четыре Пять Уровней Такие Вот Игра Есть Еще Настройки Игр Звук И Вибрация Ну И В Принципе Вроде Б Я Показал Все В Телефоне Такой Вот Был Nokia 105 Давайте Его Выключим Модель Получилась Довольно Удачной Для Бюджетного Сегмента И Продавалась Достаточно Долгое Время И Пользовалась Большой Достаточно Хорошей Популярностью Неплохой Но Как Мы К сожалению Знаем Нынешняя Nokia Уже Совершенно Не та И Былой Слава Ей Больше Точно Не Видать На сегодня Все С вас Экос Подписывайтесь С меня Эпичные Видосы Подписывайтесь На мой Влоговый Канал Желательно Также Канал Зеню Ставайте Рубу Вконтакте Будет Еще Много Обзоров На Мобильные Телефоны А Также Другие Видео Всем Пока